Рынки-позиция 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 анализа будет выступать Вячеслав Абрамов, главный инвестконсультант финансовой группы БКС. Вячеслав, приветствую вас. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а со стороны противоположной, с фундаментальной стороны будет играть Артем Деев. Как сказать, у вас красный угол, синий угол. Артем, приветствую. Артем Деев – это ведущий аналитики инвестиционной компании A-Markets. Ну что ж, господа, давайте начнем с места сразу в бой. Собственно, для вас этот формат уже знаком. Вы у нас выступали. Кстати, каковы предыдущие результаты? Так сказать, давайте с вас начнем. Предыдущий результат был положительный в плане доходности. Единственное, по совокупной доходности фундаменталиста и теханалитика получилось то, что теханалитик выиграл. Скажите, тогда вы фундаментальную сторону представляли? Тогда да. То есть вы играли на стороне противника. На текущий момент, да. А почему вы решили изменить свою креду, так сказать, и перейти в стан... Решил попробовать себя со стороны технического эксперта. Но тем не менее, на мой взгляд, теханализом все равно в совокупности идет с фундаментальным анализом, потому что одно без другого, ну, как бы, тяжко работать. Так может, вы будете совместно тогда работать? Готовы работать в команде, а не соревноваться? Нет, ну ладно, формат такое развитие событий, конечно, не предполагает. Хорошо, давайте присутствуем к вам, Артем. Вы же тоже участник программы в прошлом. Все верно. И каковы успехи были тогда? И в прошлый раз получилось так, что представляя фундаментальную сторону, удалось одержать победу. Идеи были... А то есть вы верны своему креду, вы опять фундаменталист, я смотрю. Вот с этими фанатиками, фундаменталистами все непросто. Нет, я ни в коем случае не отрицаю тот факт, что если вы хотите добиться хорошего результата, нужно использовать и обоюдный подход, и технику, и фундамент, сочетая все вместе. Если циклиться только на одном способе анализа, это, к сожалению, на текущих финансовых рынках, столь волатильных, непредсказуемых, не совсем дальновидный сценарий. Объясните мне, вот, с точки зрения философии, да, рынка, как вот примириться с этим парадоксом, я бы сказал. Вот на недельном периоде, понятно, что фундаментальный анализ, он, может быть, дает вам какие-то преимущества, но они весьма эфемерные, потому что за неделю может прийти все, что угодно. Почему команда фундаментальных аналитиков ведет в этом споре? Мне кажется, то, что фундаментальный подход, он имеет... Нет, я имею в виду вот этот текущий формат. Вот есть у вас объяснение этому парадоксу? У меня лично нет. Мне казалось бы, наоборот, что если грамотные техники, они на недельном периоде, в принципе, могут показать лучшие результаты. Ну, это так умозрительный вывод. Ну, если быть реалистом, конечно же, хорошая фундаментальная идея, она требует гораздо более длительный период для того, чтобы отработать. Конечно. Если говорить про конкретный счет, то мне кажется, что это чистая вода из случайности. Случайность, да? Да. Ну, как же случайность? Если бы это была одна неделя, две, три, пять недель, а тут у нас уже, извините, полгода прошло, то есть, в принципе, уже какая-то статистика значимая и есть, да? То есть, 30 значений выборки, может быть, не суперзначимая, но пока это разрыв приличный. Ладно, оставим этот парадокс. Нет, не оставим еще, а Вячеславу обращусь с тем же вопросом. Вы имеете в виду по поводу того, что... Да, почему ведут фундаменталисты? Вот для меня это непонятно. Ну, здесь как-то сложно однозначно ответить на этот вопрос. Ну да, поэтому я вас... На мой взгляд, это тоже, опять-таки, случайность, воля случая. То есть, ну, так получилось, что отработали лучше фундаменталисты. Опять-таки, там... Ну, согласитесь, это не случайность, потому что Артем говорит, что это случайность. А мне кажется, что здесь есть какая-то скрытая закономерность. Нет, на мой взгляд, скрытой закономерности нет, так как, в принципе, бывали ситуации, когда оба эксперта показывали хорошую доходность, но просто у кого-то она чуть больше была. Поэтому им мочеку защитил. Если бы это было один, два, три раза, ну, понимаете, это как бы вот тенденция такая. У меня еще есть программа, которую я веду, постоянно, международная основа, называется тренд. Это уже тренд, понимаете. Ну, ладно. Давайте так скажем, ну, потому что вы перешли на техническую сторону, это предполагает, наверное, то, что вы хотите помочь технической команде, как бы, подравняться, так сказать, вот это вот графоманство защитить. Кстати, как вы относитесь к тому, что называют технический анализ графоманством, шаманством и прочими вещами? Ну, на мой взгляд, нет. По теханализу в принципе большинство... Вообще, наука это или нет? Да, это целая наука, конечно. Демарксову книгу назвал, технический анализ, новая наука, но у него там какие-то специфические подходы, где он критикует подходы классические. На самом деле, я вот буду здесь выступать со стороны человека, который давно уже не в теме, скажем так, больше 10 лет, как на телевидении работаю, то есть, естественно, у меня расфокусировался взгляд. Что нового произошло за 10 лет в теханализе? Какие-то нейросети появились, там, еще что-то? Или это все от лукао? Ну, постоянно, периодически возникают какие-то новые индикаторы, да, там появляются какие-то новые фигуры, там, да, которые... Да какие могут быть фигуры за столько лет? Еще японские свечи, это там чуть ли с... какого? С 18 века, да? Да. Испомнил не изменит. Что нового можно придумать уже? Ну, тем не менее, люди пользуются, трейдеры пользуются теханализом, да, и он в принципе в рамках особенно, там, одной-двух торговых сессий приносит результат. Ну, видите, формат этой передачи подсказывает, что как-то неудачно. Может быть, у вас получится лучше, но я предлагаю вам тогда начинайте. Спасибо. Добрый день. Сегодня у нас идея торговая заключается в продаже акций Сбербанка. Вход в сделку был осуществлен от уровня 162.95, тейк профит 160, стоп можно поставить за уровень 165. На текущий момент я не вижу котировки, но, если не ошибаюсь, нам уже они по тейк профиту отработали. Значит, в принципе, можно при пробое уровня 160 дождаться цели 158-157. Ну, собственно, почему именно эта идея? Локально восходящий канал Сбербанка. Сейчас котировки с утра находились у верхней границы канала, плюс дивергенция на четырехчасовом таймфрейме, которая показывает о том, что Сбербанк достаточно перекуплен и, в принципе, назрела коррекция к нижней границе восходящего канала. Ну, собственно, наблюдаем за результатом. Спасибо, спасибо, Вячеслав. С интересом послушал вас. Вы знаете, ну, как бы Сбербанк, понятно, что лидер рынка, прокси на российский фондовый рынок, и если уж технически играть какую-то бумагу, то лучше Сбербанка, наверное, имитинты не найдешь. Это с одной стороны. С другой стороны, в этом году действительно рынок падает, Сбербанк, естественно, падает с фактором 2-3 к рынку, поэтому для шарта тоже, наверное, хороший очень инструмент вами выбран. Скажем так, вы, исходя из вашего предложения, я понял, что исповедаете в техническом анализе подход такой, анализ тренда, анализ каких-то индикаторов, которые показывают изменение тренда. Как вы выставляете уровни входа и выхода? Стоп-лоусы. По какой схеме? Есть какая-то вообще схема у вас? Я понял. Чаще всего это происходит от уровней, то есть, либо это уровень сопротивления, либо уровень поддержки. Бывают ложные пробои уровня сопротивления, после которых, ну, соответственно, цена идет вниз и тестирует поддержку. То есть, понятно, вы пляшете, вы пляшете здесь чисто оцен. На каких таймфреймах? Вот играет эта роль таймфреймы? То есть, если вы анализируете, анализируете график там по точке входа на одном таймфрейме, а, например, стоп вы выставляете, вот вам недостаточно по-другому таймфрейм или тейка? Я всегда смотрю все, в принципе, таймфреймы, начиная от 15 минуток, ну, ниже 5 минутки я совсем не беру, но это неинтересно. Ну, понятно. На 15 минутки до дневного графика и смотрю, где, в принципе, превалирует та или иная сторона, либо медведи, либо быки. На текущий момент, в принципе, превалируют быки, но, тем не менее, уже формируются медвежьи диригенции, то есть факт именно перекупленности Сбербанка, который позволяет, в принципе, ну, и при просмотре непосредственно того канала, который сейчас сформировался, видно, что назрела коррекция вниз. Понятно, что нужно оперировать разными таймфреймами. Даже в свое время существовала система трех графиков, чтобы постоянно на них сидеть и смотреть. и, как бы, видите картину более объемную 3D. Все-таки, вот, из вашего опыта исходя, здесь будем говорить уже не теоретически, а практически, ваш любимый таймфрейм – это дневка, это часовик, может, какой-то еще. А про себя скажу, что в свое время четырехчасовик у меня был. Четырехчасовик, потому что он, как правило, задает, в принципе, тренд на торговые деньги. Такой краткосрочный, да? Да. Потому что сейчас он слишком, как бы, волнует тебя, потому что каждый час нужно отслеживать. И четыре часа все-таки есть вариант попить кофе, подумать. Я бы сказал то, что в зависимости от того, в какую позицию мы заходим. Если позиция короткосрочная, как мы на этой передаче озвучиваем внутридневную торговую идею, то, соответственно, мы берем более мелкие таймфреймы – часовик и четырехчасовик, которые, в принципе, позволяют какую-то формировать позицию. Ну, и также 15 минутки. Если мы берем среднесрочную позицию с более высокими целями, то, естественно, мы смотрим на дневные графики. Ну, понятно, да. Чем долгосрочнее сделка, тем и таймфрейм какой. Разошел по минутке и стал долгосрочным инвестором, смотришь годовые графики. Такое бывает, интересно. Ну, с новичками. Так сказать, ну, мы не новички, здесь скорее новаторы. Ну, что же, наступило время ваше, Артем. Давайте фундаментальную сторону. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Я хочу предложить сегодня сделку, которая будет актуальна не только в рамках текущей торговой сессии, но, я думаю, даже больше понравится тем трейдерам, которые торгуют более длительными интервалами. Речь идет о покупке американского доллара против канадца. Сейчас эта валютная пара крайне интересна, поскольку мы наблюдаем, по сути, годовые минимумы. Рост канадца основной пришелся на последние полтора месяца и был вызван сначала со спекулятивными ожиданиями того, что канадский регулятор начнет постепенно менять денежно-кредитную политику. Все началось с комментариев Каролины Вилкинс, которая занимает пост заместителя управляющего банка Канады. Потом в игру вмешался еще сам председатель Стивен Полос, отметивший то, что на текущий этап есть очень хорошая возможность изменить вектор, опять же, скорректировать политику и пойти по тропе более высоких процентных ставок, поскольку прежние экономические стимулы принесли свои положительные результаты. Прежние экономические стимулы – это двойное снижение процентной ставки в 2015 году. Собственно, на прошлой неделе действительно мы видели, как Банк Канады поднял процентную ставку на 25 базисных фунтов и оправдал ожидания тех, кто ставил именно на реализацию такого сценария. Однако я предлагаю все-таки снять вот эти шторы с глаз оптимистов, даже несмотря на то, что Банк Канады пересмотрел с улучшением перспективы канадской экономики, обратить внимание на присутствие целой кучи негативных факторов, которые могут привести уже к обратному движению этого дуэта валютных активов. Какие это факторы? То, что индекс потребительских цен, несмотря на обещания Банка Канады, устойчиво продолжает снижаться. На текущий момент это значение уже 1,3%, очень мало, далеко от цели. Второй фактор – потенциальный рост доллара. Я думаю, что в ходе недели мы еще об этом поговорим. Я также постараюсь аргументировать позицию. Третий фактор – это очень сильное влияние цен на нефть, собственно, на котировки канадца. И это, в принципе, такое же влияние, как и с российским валютным активом. Четвертый фактор – те настроения, которые сейчас сформированы по факту чрезмерной перекупленности пары. Поэтому я предлагаю поднимать пару с текущих значений, примерно они 1,2655, где-то так. Поставить в качестве долгосрочного тейк-профита уровень 1,35, а что касается стоп-лосса – это 1,23. Спасибо вам огромное, Артем. Вот не могу все-таки не уколоть вас, фундаменталиста. Вот смотрите, а вы выставляете как-то тейк-профиты и стоп-лосс? Где здесь фундаментал? Ну-ка обознуйте мне фундаментально ваш тейк-профит и стоп-лосс. На самом деле, если определять конкретные значения по тейк-профиту и стоп-лоссу фундаментальной сделки, здесь используется здравый, старый и добрый расчет, чтобы сделка была целесообразной и эффективной. Отлично! И не нужно никаких уровней поддержки сопротивления. Еще один момент, вот извините, все-таки рынок Форекс тоже мне немного знаком, чуть-чуть занимался им, было такое время. Так вот, с точки зрения фундаментальной, я прекрасно понимаю технический анализ на рынке Форекс, хотя там с объемами тяжело. Ну, объясните мне, вот понятно, что то, что вы обосновывали динамикой процентных ставок, это крайне редко бывает, на самом деле, когда процентные ставки меняются, там раз в свое время, раз в месяц, там заседания, иногда годами не меняются, как в Штатах. Вот объясните, есть ли вообще какая-то связь между фундаментальными факторами и котировками на Форекс? Очень коротко. Я думаю, что в долгосрочной перспективе точно есть, потому что именно важные события, они и задают те тренды, которые потом... События-то не фундаментал, а мы говорим о фундаментальных показателях. Статистика. 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 Ну, спасибо, не буду произносить известную шутку про ложь и наглый ложь, однако, господа, удачи вам, спасибо, что согласились участвовать в этой нашей программе. Напомню, что с нами всю неделю Вячеслав Абрамов, главный инвестиционный консультант финансовой группы БКС, технический аналитик и фундаментальный аналитик Артем Деев, ведущий аналитик инвест компании Эй Маркетс. Господа, не прощаемся с вами до завтра, завтра продолжим нашу битву и узнаем первый результат. Вы смотрели рынки позиции, ведущий ее пока временно заменяющий гильдокруппу Даниил Бабич. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.